Коротко про оптимизацию Source Engine 2. Поехали! Итак, товарищи, хинтбраши и фанк-дитейл больше нет. Поясняем, движок теперь сам режет рендер обратной стороны стены и всё то, что позади неё. Даже если это просто кубы в центре комнаты. Конечно, это упрощённое описание работы рендера, чтобы вам не было страшно. Если же хотите испуга, вот наглядный пример виз-листов из Source 1 и Source 2. Скажем так, виз стал более детализированным, но и в то же время более гибким для работы. Я уже говорил, что фанк-дитейл больше нет. А всё потому, что вы отныне можете исключать выделенную геометрию из расчёта видимости, словно используете детейл. Кроме этого, мы получили то, чего так не хватало в первом Source – возможность блокировать видимость 3D-моделью. И не только ею. Да, это прекрасная возможность использовать модели в качестве визуальных барьеров, но за всё приходится платить. Естественно, это даст дополнительную нагрузку на компилятор и будет влиять на лимиты. Особенно, если это не плоская стена, а скажем, какой-нибудь булыжник сложной формы. Логика игрового мира Source 2 осталась такой же, как у предшественника. Мир должен быть заключён внутри себя, а лики никуда не исчезли. Про размеры игровых миров ей говорить нечего. Сетка такая же, как и 20 лет назад. Но продолжим о Висе. Как вы помните, он всегда занимал самое длительное время в процессе компиляции. Во втором Source перед запуском этого процесса вы можете заметить, что нас лишили варианта выбора, как билдить Вис. Fast или Normal. Мы просто можем выключить или включить процесс в сборке. Не переживайте на этот счёт. Просто зачем-то авторы редактора перенесли подобные вещи в другое место. Как вы можете судить из описания, некоторые шаблоны больше подходят для карт с большим пространством, а другие для коридорных. Разница будет в скорости компиляции и степени детализации рендера в кадре. Ещё стоит сказать об этой кнопке, с помощью которой вы можете отслеживать, какие объекты будут участвовать в оптимизации видимости. Ну а теперь перейдём к теме Вис-кластеров. Всё как и раньше, можно посмотреть после компиляции вашего уровня. Однако теперь так называемые порталы будут отображаться даже в случае лика на карте, что по-моему только усложняет процесс поиска проблемы для начинающих. К сожалению, в Source 2 нас лишили также поддержки загрузки поинт-файла, или по-простому красной линии, которая вела бы клику. К сожалению, нас лишили возможности хранить и читать логи компиляции. Я... я не знаю, как это комментировать. Однако, ближе к делу. В случае лика вы всё-таки сможете заметить его наличие по Вис-кластерам, которые будут выглядывать за пределы карты. Что до размеров каждого из кластеров, это в среднем 32-64 юнита. Увы или к счастью, пользователь не может их обустраивать под свои нужды, как это было с хентами в первом сорсе. В наших силах только указать примерный размер кластеров с помощью предустановок карты и сущности Visibility Hint, которая отдаленно может напоминать вам Funquist Cluster из первого сорса. Работать с ней довольно просто. Нужно лишь выбрать, подчеркну, примерный размер кластеров внутри данного объекта, который вы можете легко масштабировать под свои нужды. Как и в первом сорс, каждые 1024 юнита будут обрезаться порталы. Имейте это в виду. Стоит еще отметить, что кластеры разбиваются на группы с отдельными цветами не просто так. Каждая группа кластеров будет считаться позицией, из которой может быть видна другая группа голубого цвета. Если выделить несколько групп сразу, вы сможете увидеть между ними и такие линии. Это и есть трассировка или прямая видимость между ними. Серым цветом отображаются кластеры, которых не видно из отмеченной группы. А значит и в игре с этого места не будет виден рендер вот этого. Что дает большой плюс в копилку второго сорса. Нам не придется каждый раз заходить в игру, чтобы проверить видимость. Переходим к еще одному объекту, который пришел на замену аэропорталам. Infovisibility Box размещается так же, как и прошлая точечная сущность. Принцип работы здесь довольно прост. Она умеет скрывать рендеры находящихся внутри нее объектов. 3D моделей и геометрии. А так же скрывать все кроме того, что находится внутри. То есть, через условную систему триггеров или дверей, вы можете консервировать отдельные участки карты, как если бы это делала система аэропорталов. Однако нужно понимать, что пользоваться этой штукой нужно с умом, чтобы не подорвать стабильность FPS и не получить кучу визуальных багов. Ну что, товарищи, если вам есть что добавить к теме сегодняшнего видео, пожалуйста, делитесь новой информацией. В другой раз мы, скорее всего, поговорим о служебных текстурах. А пока традиционная... Удачи, тамодачи!